Экономическая ситуация в Ненецком округе остается стабильной. Об этом заявили на заседании Межведомственной комиссии по доходам и оптимизации расходов. Представители ЗАГС Собрания, руководители федеральных и исполнительных органов власти округа обсудили исполнение пунктов плана первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности в Ненецком автономном округе на 2015-2017 годы. План мероприятий был утвержден главой региона Игорем Кошиным 16 февраля в соответствии с поручением правительства России. Согласно документу, более 3 миллиардов рублей будет направлено на поддержку ЖКХ, 700 миллионов на сельское хозяйство, на поддержку малого и среднего предпринимательства 300 миллионов рублей, здравоохранение 100 миллионов. Также был утвержден перечень системообразующих предприятий округа. В него попали 13 предприятий, обеспечивающие занятость населения и социальную стабильность региона. Среди них Наринмарская АТП, Северживкомсервис, Позживкомсервис, Наринмарстрой, Мясопродукты и другие. С 1 марта выплаты окружным инвалидам увеличились с 2604 рублей до 3100, но при условии, что человек с ограниченными возможностями здоровья прожил на территории региона не менее 20 лет. Подтвердить свое проживание можно было по паспорту, трудовой книжки, если человек отработал более 20 лет в регионе, или через отдел Федеральной миграционной службы. Хотелось бы обратить внимание, потому что первая индексация, которая была в том году по другим категориям граждан, не совсем было понятно гражданам. Они думали, что если они не придут перерегистрации, не подпадут под те требования, которые установлены, они потеряют выплату. Это совершенно не так. То есть выплата 2604, если человек не подпадает под те условия, которые предусмотрены для перехода на 3100, то 2604 будет продолжаться выплачиваться. Бухгалтера, водители категории Б, С и Д, воспитатели, инспекторы по кадрам, квалифицированные менеджеры и предприниматели. Это самые востребованные специальности на рынке труда региона за последние пять лет. Всего в Центре занятости населения выделили около 20 профессий, спрос на которые никогда не падает. Для удобства мы ограничились 12 профессиями, потому что по этим профессиям нужно принимать какие-то меры по их удовлетворению, удовлетворению спроса на рынке труда. И мерами удовлетворения спроса на рынке труда в Центре занятости одной из самых распространенных мер является профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование безработных граждан. Также без проблем в регионе могут устроиться на работу педагоги-психологи, повара, продавцы продовольственных товаров, технологи и электромонтажники. Этих специалистов в регионе не хватает. Чтобы снизить напряженность на рынке труда в Центре занятости населения, ежегодно проводится профессиональное обучение. Получить новую специальность могут жители региона, которые значатся в списке безработных. На сайте пенсионного фонда можно получить онлайн-консультации, записаться на прием к специалисту и проверить свои пенсионные накопления. Личный кабинет застрахованного лица поможет ответить на вопрос, сколько пенсионных баллов можно заработать за год. Напомню, с этого года пенсия россиян рассчитывается по-новому. В основе лежит бальная система. Чтобы войти в личный кабинет, необходимо пройти регистрацию на сайте госуслуг. Новый сервис поможет уменьшить очереди в отделениях фонда, а россиянам сократить время на получение необходимых документов. Отпала необходимость приходить в отделение дважды. Вы просто заказываете документ, тут же записываетесь на прием и приходите только для его получения. Также можно получить извещение о состоянии индивидуального лицевого счета, в котором подробно указана информация о периодах трудовой деятельности, о местах работы и об отчислениях работодателя. В течение этого года возможности сервиса станут шире. Планируется, что через сайт можно будет подать заявление о назначении пенсии, способе доставки выплат, получении и распоряжении средствами федерального материнского капитала. Министерство образования и науки Российской Федерации утвердило единое расписание и продолжительность проведения ЕГЭ в текущем году. Основной период проведения итоговой аттестации стартует 25 мая с экзаменов по географии и литературе. 28 мая состоится первый массовый ЕГЭ по русскому языку. 1 июня выпускники будут сдавать математику базового уровня, а 4 июня знания будут демонстрировать те, кто выбрал царицу наук на профильном уровне. 8 июня пройдут ЕГЭ по обществознанию и химии, 11 числа по физике и иностранным языкам. Впустники будут сдавать его в письменной форме. Новый раздел, в ходе которого необходимо продемонстрировать навыки владения устной речью пройдут 17 и 18 июня. 15 июня состоится ЕГЭ по информатике и информационно-коммуникационным технологиям, а также биологии и истории. Испытания по всем учебным предметам начнутся в 10 часов. Самым непродолжительным станет ЕГЭ по иностранным языкам в устной форме. Каждому выпускнику отводится всего 15 минут. Напротив, максимальное количество времени отведено ЕГЭ по математике профильного уровня. Физике, литературе, информатике и обществознанию. Время проведения этих экзаменов 3 часа 55 минут. Пройтись маршем Победы по Красной площади. Такая возможность появилась у жителей нашего округа. В честь празднования 70-летия Победы в Великой Отечественной войне был создан Всероссийский волонтерский корпус. В России действует 85 региональных отделений. Среди них и в Ненецком автономном округе. Формирование у молодых людей чувства сопричастности к Великой Победе, то, ради чего был создан Всероссийский волонтерский корпус 70-летия Победы. По прогнозам организаторов, он объединит 80 тысяч молодых людей. Из всех городов страны, включая 3000 волонтеров. Направления работы корпусов самые различные. От социальной помощи ветеранам до благоустройства памятных мест, воинских захоронений и поисковых работ. Это актуально особо в нашем регионе. У нас не так было много людей, которые ушли на фронт. И то есть думаем, что вот это количество, все имена, все-таки это возможно восстановить. Затем, естественно, кроме поисковой работы, это благоустройство захоронений. Региональное отделение волонтерского корпуса 70-летия Победы сегодня открыто во всех регионах страны, в том числе и в нашем округе. Чтобы привлечь молодежь в этот проект, региональные координаторы провели презентацию корпуса в Ненецком профессиональном училище. Обучающимся рассказали о наших земляках, ушедших на фронт. Из 10 тысяч более трех не вернулись обратно. Мало кто знает, что в героическом подвиге капитана Гастелло принимал участие наш земляк. Уроженец Нижней Пеши Алексей Калинин. Младший сержант – радист-стрелок. Погиб вместе со знаменитым экипажем, направив горящий самолет в группу танков противника. Всех, кто хранит память о подвигах своего народа и неравнодушных к судьбе России, региональное отделение волонтерского корпуса пригласило в свои ряды. Для того, чтобы попасть на Парад Победы и в городе Москве, и на Парад, военно-морской парад в Севастопе, нужно пройти дополнительный конкурс. Для этого нужно опять же зарегистрироваться на федеральном сайте, уже в отдельной регистрации. Нужно иметь возраст выше 18 лет, потому что проверяют службы безопасности людей, люди будут работать с ветеранами, люди запросто могут столкнуться с президентом нашего государства. Чтобы стать волонтером, необходимо зайти на сайт «Волонтеры.70.РФ» и заполнить анкету. После этого с вами свяжутся представители регионального штаба. Задать вопросы и получить личную консультацию вы можете на приеме народных избранников. Региональная общественная приемная председателя партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева в Ненецком округе информирует о датах личного приема депутатов. 5 марта вас примет Людмила Пашкина, депутат Совета Заполярного района. 10 марта вас ждет Виталий Кожевин, депутат Городского совета. 11 марта прием проводит Александр Лудовинов, депутат Окружного собрания депутатов. Прием проходит с 14 до 17 часов. По адресу улица Смедовича, дом 20А, здание Культурно-делового центра Арктика. Вход с площади Марацей. Телефон для справок 2-16-90. Окружные студенты-отличники, обучающиеся по очной форме в образовательных организациях среднего и высшего профессионального образования, могут претендовать на специальную стипендию. Отличники вузов получат от округа 6 750 рублей. Средних учебных заведений 5 400. Стипендия выплачивается единовременно по итогам учебного семестра. На социальную поддержку могут рассчитывать студенты учебных заведений округа и других регионов России в возрасте до 23 лет. Документы на получение денежного поощрения принимаются в отделении социальной защиты до 31 марта. Подробная информация по телефону 4 97 48. Наши пернатые друзья. Конкурс рисунков под таким названием проводит окружной департамент образования, культуры и спорта совместно с Центром поддержки молодежных инициатив. Конкурс проводится со 2 по 31 марта и приурочен к Международному дню птиц, который отмечается 1 апреля. Более подробную информацию можно получить по телефону 451 51. Центр поддержки молодежных инициатив проводит фотоконкурс, фоторепортаж с места учебы. Участие могут принять школьники и студенты в возрасте от 10 до 21 года. Подробнее узнать о проведении конкурса можно по телефону 451 51.